ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА 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 ПОВЕСТКА И, соответственно, теперь при полном упоминании главы Республики Башкортостан можно говорить «дорогой, запятая несравненный Радий Фаритович». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В ответ на жест отчаяния ишимбайских медиков, которые объявили так называемую итальянскую забастовку, власти не кинулись оказывать им материальную помощь, не начали срочно закупать новые автомобили скорой помощи. Напомню, в Ишимбая доходило до того, что на весь город ездит одна-две ржавые скорые помощи, вот какие-то жуткие уазики были на этих кадрах, в которых медики в мороз по одному ездят на вызовы. Так вот, власти не стали налаживать ситуацию в Ишимбайской городской больнице, а пошли таким обычным, привычным для себя путем. Вовсю заработала машина хабировской пропаганды, рассказывая нам, что эти медики все врут, что они предатели, что они предали священную идею помощи людям и прочее, прочее. Кого-то из этих инициаторов итальянской забастовки уже уволили с работы, на некоторых других завели уголовные дела по тем статьям, какие лежали поближе. Собственно, а кого предали Ишимбайские медики? Они предали, может быть, своих детей, которых они неделями, сутками не видят в глаза. Может быть, они предали свои пустые холодильники или пустые карманы, которые им обеспечило руководство республики. Я не понимаю, почему этих людей объявляют предателями. Но при этом не предатель Ради Фаритович, у которого индивидуальная канализация стоит 9 миллионов рублей, не предатель Ради Фаритович, у которого каждое колесо на его Мерседесе стоит 250 тысяч рублей и зачем-то оно бронированное. В конце концов, 500 миллионов рублей на содержание дорогого и несравненного Ради Фаритовича – это не предательство. А вот эти нищие, несчастные Ишимбайские медики объявлены предателями. Ну, тут, конечно, подпевают ему вот эти наши новоспеченные депутатки Госдумы, которые еще когда-то считались добросовестными врачами, а теперь, значит, катаясь на Мерседесах и получая по полмиллиона зарплаты в месяц, видимо, как-то пересмотрели свое представление о медицинском долге. К сожалению, ситуация со скорой помощью не уникальна для Ишимбая. Это не только локальная Ишимбайская проблема. Это не только проблема этого благословенного края, откуда вот эти вот всякие азаматы у нас вырастают до руководителей аппарата правительства. Ситуация со скорой помощью, судя по всему, стабильно плохая по всей республике. Буквально вчера из Уфы, из поселка Нагаево, нам вот прислали аудиозапись разговора с оператором скорой помощи. И, по-моему, эта аудиозапись как нельзя более точно характеризует ситуацию со скорой помощью. Ребенку больному 39 температура, скорая помощь вообще не приехала за всю ночь. Здравствуйте, девушка. Мы в час 52 вызывали скорую на академическую... Академическую... Нагаево, которая-то? Да, да, да. Там частный дом у нас. Угу. Есть такой вызов. Вот. Время в 6 час вы не скажете, когда она приедет? Не знаю, молодой человек. Очень многого зовут. У ребенка 39,6 температура. Вот в 6 час мы не можем до вас дождаться. Своими силами пытаемся как-то что-то справиться. 24 января на минувшей неделе в стерлитамаке было опять в очередной раз зафиксировано превышение ПДК по сероводороду и аммиаку. Оба этих вещества чрезвычайно опасны для здоровья людей. Жители жалуются на резкий химический запах, затруднение дыхания. Примерно такая же картина в эти же дни складывалась в Салавате. А еще немного ранее жители Сибая с недоумением обнаружили, что в их родном городе выпал какой-то желто-оранжевый снег, который их не на шутку испугал. Похоже, что власти Башкортостана имеют очень короткую память и подзабыли жаркий 2019 год. Вновь игнорируют экологическую повестку. Судя по всему, не понимают, что все это может повториться. При этом всем, не обращая внимания на бедственное положение с экологией в этом вот треугольнике стерлитамак Салават и Шимбай, власти Башкортостана продолжают настаивать на насыщении особой экономической зоны ОЛГА дополнительными химическими предприятиями. Однако с этим не все гладко. И вот стало известно, что проект переработки углеводородных газов в ароматические вещества не прошел экологическую экспертизу и получил отрицательное заключение Научно-исследовательского центра рационального природопользования и формирования экологической культуры. Эта экспертная организация проводила экологическую экспертизу проекта по переработке этих углеводородов. Хватит ли ума и экологической культуры властям Башкортостана, чтобы не допустить размещения подобных опасных производств в экономической зоне ОЛГА, нам неизвестно. Надеемся, что хватит. Кроме всего прочего, на прошедшей неделе обострились отношения башкирских властей и некоторых федеральных структур. Я говорю о Росприроднадзоре и госпоже Родионовой, которая так феерично сюда приезжала к ням Башкирию. Было много планов, ее облизывали, оглаживали, поили кумысом и всячески ей восхищались. И вот тут она нанесла неожиданный удар, заявив о том, что будут проведены внеплановые проверки крупных химических предприятий в Салавате и о том, что у нее есть обоснованные подозрения в том, что там происходят систематические нарушения экологического законодательства, тем самым ставятся под угрозу здоровья и жизни жителей города Салавата. Светлана Родионова перешла, как говорится, красную линию, как теперь принято говорить, и, в общем-то, объявила некую войну башкирским властям в части соблюдения экологического законодательства. Собственно, нельзя не приветствовать, наверное, этого энтузиазма, потому что в любом случае, хоть шанс на какое-то улучшение экологической обстановки в треугольнике Стерлитовак, Салават и Шимбай появляется. На минувшей неделе Федеральная антимонопольная служба обязала мэрию Уфы вернуть разрешение на строительство жилищного комплекса «Вершинин». Кроме всего прочего, ФАС упомянула о том, что констатирует факт того, что мэрия Уфы грубо и злостно препятствовала застройщику в реализации проекта и его законных прав. Честно говоря, тут остается только развести руками. В предыдущий период действий вот этих вот истерических конвульсий мэра Уфы Грекова был посвящен именно вот этим вот разрешениям на строительство АКФ ЖК «Вершинин». Именно за то, что разрешение на строительство ЖК «Вершинин» в том числе не было отозвано, пострадал и был уволен вице-мэр Муслимов. Что теперь делать нашему суперпоследовательному в своих действиях господину Грекову, совершенно непонятно. То ли понять и простить самого себя, то ли вернуть на работу Муслимова, то ли, как советует Ради Фаритович, отбежать за угол мэрии и там аккуратненько застрелиться. Ну что, собственно, претит православной сущности Сергея Николаевича, потому, наверное, беспокоиться за то, что он покочит жизнь самоубийством, нам не следует. Но все больше и больше граждане и горожане Уфы видят, что действия, слова и обещания городоначальника Уфы – это абсолютно пустое место, это абсолютная пустота, и за этими словами ничего не стоит. Обращать внимание на то, что говорит Сергей Николаевич Греков, пожалуй, что не стоит, хотя бы потому, что, как правило, все это оказывается какими-то пустословиями, фейком. Кроме всего прочего, возникают вопросы, что теперь у нас будет дальше, например, с площадкой Акафе. Там все равно построят небоскреб, как и планируется, несмотря на все вот эти вот заверения, что он этого не допустит, не позволит, и там этого не случится. Но вот вдруг случится, да, на месте Акафе воздвигнут 27-этажное здание «Монстр», вокруг которого будет не протолкнуться от автомобилей. Причем это будет практически в парке. А следу, придется извиниться и построить заново, тоже выяснится, что все это было незаконно. Вот подобный уровень репутации для городской администрации, это, конечно, абсолютное дно. Никогда такого не было. Разные у нас были администрации, разные у нас были мэры, ситуации были разные. Но подобной дискредитации городской власти я не припоминаю. Греков совсем уже заврался, совсем уже запутался. Он не знает, что ему делать, он мечется, он предпринимает какие-то хаотические действия. И можно было бы, наверное, ему даже посочувствовать по-человечески, если бы эти действия напрямую не отражались на миллионном городе. Почему мы должны терпеть вот эти вот эксперименты? Человек, который абсолютно некомпетентен, который вообще не понимает ничего в городском устройстве, в законодательстве, в праве, который совершает вот такие вот ошибки, почему-то управляет миллионным городом. Ну, камон, как говорит Лена Черкова, давайте уже прекратим вот это безобразие, хватит экспериментов. Давайте поищем нормального, компетентного, спокойного человека. Жители многоквартирных домов Башкортостана начали получать счета, платежки за жилищно-криминальные услуги уже по новым тарифам с 1 января, ну и в очередной раз, конечно, ужаснулись. То есть, цены опять выросли. Но, чтобы жителей Башкортостана и Уфы не потянуло на какие-нибудь нехорошие мысли, а тем более действия, я имею в виду, не платить за ЖКХ, или, например, как-нибудь даже поспорить или задать вопросы властям, вот чтобы этого, не дай бог, не возникло, параллельно, сразу же вслед за платежками, многие жители Уфы получили довольно пространные и очень такие пугающие сообщения, в которых подробно излагаются те ужасы и неприятности, которые постигнут тех, кто посмеет не платить за жилищно-коммунальные услуги и, в частности, за отопление, и кто попытается их оспаривать. Дословно, процитирую пару абзацев из этого сообщения, звучат они следующим образом. Досудебное и судебное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги осуществляется в отношении всех дееспособных членов семьи. То есть это вот объясняет, что если вы не заплатите, то мы взыщем с бабушки, с дедушки, с тетушки, со всех, кто с вами там проживает, отнимем в них последнее, но все равно получим. Настоятельно в этом сообщении рекомендуется оплатить услуги БашРТС, «Потому что оплатите долг и оградите вашу семью от взаимодействия с сотрудниками некого ООО «Агентство Росдолг». Конец цитаты. Что за страшные люди трудятся в ООО «Агентство Росдолг», что даже немилосердный БашРТС рекомендует по-хорошему рассчитаться за отопление, но не связываться с этими сотрудниками Росдолга, мне неизвестно. О каком типе и разновидности взаимодействия идет речь, вот этого страшного, жуткого взаимодействия, которого БашРТС просит не допустить, с сотрудниками вот этого Росдолга, мне тоже непонятно. Остается только надеяться, что методика использования утюгов, паяльников для взыскания долгов за отопление все же не вернется в практику российского взаимодействия между поставщиками тепла и потребителями тепла. Но отбросив иронию, надо констатировать то, что подобные сообщения, смс-очки вслед за получением счетов за жилищно-коммунальные услуги – это не что иное, как угрозы. Что за ООО «Росдолг» теперь подвесили к этому БашРТС, который, видимо, уполномочен взыскивать долги по коммунальным услугам, мне неизвестно, но, честно говоря, вот этот ход, конечно, настораживает. От предупреждений, судя по всему, поставщики тепла готовы перейти к действиям, а мы помним, что в Башкирии самый высокий тариф на отопление в России, и вся чиновничья рать Башкортостана грудью защищает интересы братьев-кобальчуков, которые владеют вот этой системой по производству тепла и продажи по каким-то совершенно жутким ценам жителям Башкортостана и других регионов. В общем, вот теперь у нас есть некое агентство «Росдолг», которое будет, если что, взаимодействовать с теми, кто не желает платить братьям-кобальчукам. На минувшей неделе стало известно, что Верховный суд Республики Башкортостан оставил без изменения решение суданейшей инстанции о взыскании с Ольгой Комлевой в пользу Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан суммы, превышающие 1 миллион рублей. По версии истца МВД по Республике Башкортостан, Ольга Комлева причинила неоправданные расходы Министерства внутренних дел. Речь идет о том, что в трактовке ведомства Ольга Комлева организовала несанкционированный митинг, а судом она признана организатором этого митинга, и МВД, оказывая услуги по поддержанию правопорядка на этом митинге, понесло вот эти расходы в размере миллиона с лишним рублей. Речь идет о митингах сторонников Навального, которые прошли 23 и 30 января минувшего года. Ну, собственно, тут, конечно, возникает некая коллизия. Дело в том, что вообще-то главная задача Министерства внутренних дел это обеспечение общественного порядка. Я пока не в курсе, есть ли разграничение функционала МВД в той части, что оно обеспечивает общественный порядок только на тех мероприятиях, которые кем-то были запланированы и согласованы. Неизвестно, да? То есть, а вот, скажем, драка на улице, это тоже незапланированное мероприятие, да ведь? То есть, вот люди шли-шли и стали драться. В этот момент МВД должно обеспечить общественный порядок. Но МВД, который это видит, говорит, стоп, минуточку, ребят, а вы заявление написали в администрацию местную, а вам согласовали в это мероприятие? А если не согласовали, тогда оно будет платным для вас. И кроме того, что оно задерживает хулиганов и воздворяет их, предположим, там в какие-то камеры предварительного заключения, МВД еще потом выставляет им счет за вот эти услуги, да, на ведение общественного порядка. Но согласитесь, это абсурд. Ну, это примерно то же самое, как, например, в Китае, когда расстреливают коррупционеров, выставляют счет за истраченные патроны семьи этих коррупционеров. Ну, вот этот факт, он всегда очень, как бы, возмущал людей своей, ну, жестокостью и абсолютной бессмысленностью. Но вот похоже, что МВД по РБ тоже начинает как-то по-особенному трактовать свои обязанности, хотя я пока не берусь утверждать, что вот обеспечение общественного порядка на митингах Навального является обязанностью МВД. Но, как бы там ни было, мы теперь видим, что существует некий прайс на обеспечение общественного порядка вот на таких мероприятиях. То есть, если вы хотите собрать несанкционированное мероприятие там на несколько тысяч человек, помимо того, что вы рискуете попасть там, значит, на 15 суток в изолятор там по решению суда, вы еще должны быть готовы к тому, что придется оплатить услуги МВД. Ну, если раскидывать там на несколько тысяч участников, в принципе, получается не дороже похода в кино. Но это если на всех разделить. В данном случае эту сумму повесили отдельно на Ольгу Комлеву. Уже раздаются голоса о том, что нужно помочь ей собрать эту сумму, чтобы оплатить услуги МВД, которые теперь уже в судебном порядке определены и стоимости, и порядок оказания этих услуг. Не знаю, проявят ли сторонники Навального подобную солидарность, когда они выходили, они проявили эту солидарность. Вот теперь нужно помогать Ольге Комлевой закрыть этот долг. Уже начали хлопотать всякие Наташи Павловы по сбору этих денег, что, собственно, наверное, дело богоугодное. Мы посмотрим, чем все это закончится, но важнее понять другое. Какие еще услуги Министерства внутренних дел в ближайшее время будут объявлены платными? То есть мы вот пока не можем предполагать. То есть вот мы теперь знаем, что поддержание общественного порядка на несанкционированных митингах – это платная услуга. А, например, поддержание общественного порядка в парках и скверах до какого часа, круглосуточно ли и так далее. То есть у нас есть определенная опасность того, что мы можем нарваться как-то на какие-то платежи дополнительные, когда что-то там случится со стороны МВД. При том, что МВД оказывает эти услуги не по запросу. Ольга Комлева не обращалась в МВД с просьбой обеспечить общественный порядок в тех-то местах в такие-то даты. МВД оказывает эти услуги, как говорится, в инициативном порядке. Взяло и оказало, а теперь, значит, просят оплаты. Ну, в общем, очень странно. Я не знаю, насколько устоит это решение в более высоких инстанциях. Возможно, что это решение суда будет опротестовано в ЕСПЧ. Ну, вот посмотрим. Честно говоря, это, конечно, абсолютно юридический абсурд, на мой взгляд. Но, как говорится, есть и хорошие новости. В Уфе открывается отделение представительства Чеченской Республики. Возглавит его Казбек Цулаев. Цели и задачи, по крайней мере, четко сформулированные, пока неизвестны. Чем будет заниматься представительство Чеченской Республики в Республике Башкортостан. Но есть надежда, например, на то, что в условиях ковидных ограничений тем гражданам, которым срочно нужно извиниться перед Рамзаном Ахматовичем, например, получат возможность сделать это дистанционно через представительство Республики Чечни в Республике Башкортостан. Но, если говорить всерьез, то, конечно, вызывает много вопросов, какая тематика и какие взаимодействия между Чечной и Башкортостаном сподвигли на открытие этого представительства. Возможно, мы не знаем о каких-то серьезных связях между этими двумя регионами. Возможно, есть какие-то экономические заинтересованности. Ну, посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время мы как-то узнаем о том, зачем и почему открывается в Башкирии это представительство, ну и, может быть, даже порадуемся этому факту. Завтра, 30 января, в 21.00, состоится 51-й очередной стрим открытой политики. Всех призываю подключиться, пообщаться. Если есть какие-то вопросы, можете их присылать заранее, причем лучше всего это делать в комментариях под вот этим сегодняшним видео. Я их точно увижу и точно на них отвечу. Очень активно комментировался на прошедшей неделе наш выпуск по вот этому предложению объединения Башкортостана и Татарстана в некую казанскую агломерацию. Можем продолжить эту дискуссию, потому что, ну, как я посмотрел, к этому сюжету было, ну, феноменально огромное количество комментариев, абсолютно нетипичные, в 4 раза превышающие средний уровень. Видимо, тема не исчерпана и важна, так что можем завтра пообщаться на эту тему в том числе. Но, впрочем, присылайте вопросы на любые темы. Всех жду завтра в 9 вечера на 51-м стриме открытой политики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!